сегодня снова в гараже и наверное расскажу все таки о подъемнике который вроде бы я добил крайне мере я попробую так что он работает попробую загнать на него мотоцикл и поднять все вместе если все конструкции на меня не завалится не прибьет здесь то все будет хорошо вот собственно собственно буду показывать наверно что говорить я делал подъемник по чертежам найденным в интернете и не все что в этих чертежах было на самом деле подошло в моем случае то есть очень многое немного рисунок остался конечно осталось то же самое но кое-что пришлось поменять виду своих условий я другой стороны если ты делал второй подъемник или другой подъемник скажем так то скорее всего я бы внес сразу изменение конструкции потому что все можно было сделать несколько лучше скажем удобнее в некоторых случаях я не гриша прям во всем но в принципе функционирует держит хорошо единственное что пришло взять другой домкрат не тот который был указан чертежа соответственно связи с этим изменилось кое-что потому что тот домкрат который у меня был был есть в наличии он его не получился так как хотелось и я очень долго с ним играл с ну как долго играл сыграл ты недолго потому что вот это вид пришел будние дни не хожу гараж только выходные то что заняло хорошо так заметят потому что пришлось два раза переделывать площадку вот ну тут можно только показать что сделано на самом деле вот собственно весь подъемник целиком но тут быть сюда и видно вот это крепление для колеса тоже долго думал как его сделать но вот нашел в интернете вот такой вариант то есть передвижной вот этой частью придвижной вот этой то есть под разные диаметры можно переставлять и скачаешь . бы при накатывании нужно фиксироваться будет ли это так не знаю вот посмотрим добавил конструкцию вот эти вот ручки то есть она как и ручки и создается к тому же как крепление для ремня будет заезда я должен был быть на самом деле с этой стороны не здесь порожку и сделал но я передумал мне удобнее получилось сделать его здесь то есть вся конструкция сваренной сороковой трубы в принципе сверху надо бы по-умному кинуть вот такой рифленый лист но когда я делал подъемник у микрос листа в наличии ну так у меня цеху листа не было не покупать на самом деле потом листы я взял бок фанеру я думаю что она в принципе справится с нагрузкой ничего страшного нет а когда появился лист я сделал заезд одно время хотел сделать заезд из меня тут лежит дир алюминиевое крыло от костями лопаты но не подошло на мне то есть там с ним больше возни было сделано то есть она уже переделана чем был прикол с домкратом то есть по проекту домкрат должен быть в этом месте соответственно здесь заезд и здесь же домкрат и он должен упираться на две вот эти трубы но фишка то что так и такого домкрата у меня нет и здесь вот декадам крат вот такой когда его поставил сюда все вроде бы она работала вот перед не на что было опираешь на трубу при подъеме естественно он наклоняется за вот этой трубой и ну стремно если честно то есть как бы такое себе мероприятие не внушает доверия поэтому я принес домкрат сюда вернее сначала сделал эту поворотную платформу которая сейчас добром прикручат но фишка том что когда поставил ее сюда она сюда не выгибалась и ну соответственно она здесь не работала здесь принципе она тоже не сильно выгибается наружу вот в эту сторону но но как бы не надо то есть она выравнивается слава богу вот эта часть она поворотная на туках в данном случае сейчас пока все работает то есть все подымается единственно тут ручку тоже мне переделывали несколько раз вот она сейчас принципе одной рукой вращается но он не нагруженный как бы нам может быть ну как насколько будет тяжело подымать груженый я не знаю поэтому поэтому будем посмотреть что к чему будем опытным путем так в принципе больше ничего нет единственно что я конечно когда делал сэкономила здесь надо было везде в этих местах ставить втулки но вот там где идут оси то есть из болтов и я продублил эти втулки не поставил соответственно вопрос отверстия в трубах ну как бы хватит него то есть ничего не порежет начнет валится вот такой вот получился у меня подъемник ну что надо его перетащить просто и попробовать закатить на него мотоцикл который уже вот в принципе готов разбирать его потому что время это идет а я не читать с ним не делаю к пылиться все значит сейчас будет переставлять и потом попробуем заснять как же она будет подниматься мотоциклом так ну что там больше отдела начинается с большого перекура будем перекурить на диску стороне до пыли когда построили суперлайнер на собрали билеты плане в китарной взлетки я там это вольный командир корабля лайнера самолета перед полетом являет вот вы на борту самого большого авиалайнера в мире на первом этаже у нас располагаются бассейны теннисные корты втором этаже у нас располагаются рестораны ночные клубы боулин на третьем этаже у нас располагаются кинотеатры кбре казино ну и на пятом этаже пассажирские места отдельные каюты бар пассажирки о да все кла в один ну что ж а теперь это ёбаним пробуем взлететь вот примера у меня часто уже ощущение по факту и закатывание мотоцикла первых одному это делать тяжело честно наши уши подкладывала это давление подняла марку почему сильно высокий подъем либо этот скат на отдела длиннее так как он более полу прошли даже у нас стоит скорее всего надо будет переделать для него сделать вот тем более что он есть рот съемный вот дальше то крепление которое покажу при закатывании колеса должно кито там перекатывается ну как бы чисто теоретически да фактически хрен на него заехал после упора снять это укачаешься часть ставим какие-то суперить средний упор в принципе хватило расстояние то есть весь мотоцикл поместился не на то есть длиннее допустим смеша лучше волк у меня на длине бывший для него этот подъем не будет малова к сожалению либо снимать этот передний упор или выносить его дальше вот он там принципе под наклоном это можно вынести за пределы подъемника может поместить вот но с горе пополам я тут конечно на муток авто на мать палка и потел мотоцикл я закатил да еще проблем у него нет центральной подножки а на боковой подножки стоять не хочет поэтому тут упор его держат и вот я на ремень перцепился учетки пригодились ну шо ж теперь попробуем держится на крепко попробуем его поднять если меня не привалит здесь какого матери на самом деле вроде бы гараж большой то есть весь гаражи намного меньше елки-палки его как его мало но если бы не было машины может быть может быть ловки а по факту маловато хорошо хорошо и вот я хотел машину переставить сюда здесь сделать поэтому но потом пробуем поднять так куда мы путем Хочет, вот, вилки, это ящичек. Какие были? У нее надо. Хочет? Ха-ха-ха. Ну и все, не хочет. В принципе, тогда я пробовала. Но в самой нижней точке очень плохо купилась. Почему так непонятно? Ну, собственно, как я был пьян и фокус не удался. Все, что столько времени делалось, все на смартфон. Все надо переделать. Вообще ни в какую. Ну, в общем-то, вот такая вот история. Подъемник получился неудачный. Буду думать. Кресле менять домкратно другой гидравлический. Кресле менять домкратно. И как-то тут тоже место мало. Или на пневматический, не знаю. Так они тоже можно работать, но не на полу. Где-то тут, где-то, 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 где-то. Ну, собственно, вот так вот. На сегодня вот наша ветерия закончилась. Так, я это оставлю, пока пусты. Здесь, наверное, все унима. Хорошо, пошел рано утром. Ребята, крылья вообще шутил. Фух. Пока. На сегодня.